Всем привет! Сегодня продолжим моделировать нашу технику. Будем добавлять детализацию, будем прорабатывать модель чуть подробнее. Прежде чем приступить к добавлению деталей, я заметил, что вот здесь вот на этих крыльях у нас не хватает одной фаски. Я сделаю только с одной стороны, поэтому захожу в режим редактирования, выбираю всю вот эту вот часть вот от этого ребра, контролом вот до этого ребра на виде сбоку. Нажимаю Ctrl-B и добавляю фаску, чтобы она была примерно похожа на левую. Примерно как-то так. Теперь давайте не выходя из режима редактирования, сразу добавим вот такие элементы брони. Но для начала, чтобы вот здесь вот получить один длинный элемент, давайте я сначала применю модификатор Mirror, который у нас отражает. Но прежде чем применить его, я вижу, что у меня вот здесь получается много лишних фэйсов. Поэтому я попробую сейчас удалить вот этот луп. Выбираю его, нажимаю Ctrl-X. Выбираю вот эти вот три ребра. На виде сбоку немного сдвигаю их. Получается такая же форма, только чуть более угловатая. Выбираю вот эти три ребра. На виде сбоку также их немного сдвигаю. Теперь нажимаю GZ и выравниваю вот по этой вершине. Такая форма мне нравится больше. Теперь, чтобы сделать один вот такой большой элемент вот в этой вот части, в средней, мне нужно применить модификатор Mirror, который у нас вот эту сторону отражает. Для этого я перехожу в модификаторы и нахожу тот модификатор, который у меня отвечает за это отражение. Если я отключаю этот, у меня пропадает весь элемент вот с этой стороны, значит это не то, что нам нужно. Отключаю первый и вот как раз пропадает то, что мне нужно. Выхожу из режима редактирования и применяю этот модификатор. Теперь возвращаюсь в режим редактирования. Вся геометрия доступна. Выбираю вот этот луп, нажимаю CTRL X. Теперь перехожу в режим работы с фейсами и выбираю все необходимые мне фейсы. Вот на этом фейсе я не создаю брони, потому что у нас здесь будет фонарь. После того, как я выбрал все фейсы, нажимаю I для инсета. Нажимаю еще раз I, чтобы создать индивидуальный для каждого фейса инсет. Делаю небольшие отступы. Нажимаю левую клавишу мыши. Затем нажимаю Alt E, выбираю Extrude Face Along Normals. Делаю небольшие выступы. Fivot Point меняю на Individual Origins и слегка уменьшаю эти фейсы. Нажимаю S для масштаба, делаю небольшой скос. Здесь мне не нравится, что он вот по этой оси делает скос гораздо больше. При этом масштаб у нас применен, равен единице. Поэтому я отменю последние действия. Отменю выделение вот этих крупных элементов. Снова S. Делаю небольшие скосы. Затем выбираю отдельно крупные элементы. Нажимаю S. Дальше выбираю вот этот S Y. Выбираю вот этот S Z. Оставляю так. Сейчас эти элементы не очень видны, поэтому я открываю вот это меню. Ставлю галочку на Cavity. Так работать мне будет слегка проще. Чтобы выделить вот это вот ребро, которое вот здесь пропадает, я зайду в режим редактирования. Выбираю вот это ребро. Выбираю с контролом вот это. И слегка сдвину его по оси Y. G Y. Совсем слегка, чтобы только немного обозначить его. Теперь добавим вот такой поручень. Для этого, выделив наше крыло, захожу в режим редактирования. Выбираю вот этот Face. Нажимаю Shift S. Cursor to Selected. Выхожу из режима редактирования. Добавляю в сцену, допустим, плоскость. Захожу в режим редактирования. Пока выбрано все, нажимаю M. Выбираю Collapse. То есть у нас сейчас вся плоскость. Вот здесь в Outliner мы видим, что она у нас есть в сцене. Но при этом она превратилась в одну единственную вершину. Перехожу в режим работы с вершинами. Выбираю ее на виде сбоку. Нажимаю I для экструда. По оси Z. И немного поднимаю. Теперь снова I для экструда. Ось X. Ввожу в сторону. Снова I для экструда. Ось Z. С контролом навожу вот на эту вершину. Нажимаю левую клавишу мыши. Теперь выберу вот эти две вершины. Нажимаю Ctrl-Shift-B, чтобы создать фаску. И делаю небольшую фаску. Колесиком мыши добавляю элементов для плавности. И делаю что-то вроде вот этого. Теперь выйду из режима редактирования. На нашем новом элементе нажму правой клавишей мыши. Выберу Convert to Curve. То есть так мы преобразовали наш объект в кривую. Теперь у нас доступны настройки кривой. Захожу в них. Открываю вкладку Geometry. Здесь у нас открыта уже вкладка Bevel. И делаю небольшой Dev. Примерно такой. Немного увеличу объект в целом. Теперь на виде сбоку подцентрирую его. Нажимаю GX. Оставляю здесь. Теперь снова нажимаю правую кнопку. Выбираю Convert to. И выбираю Mesh. Теперь это у нас уже не кривая, а обычный Mesh. Захожу в режим редактирования. Выделю все. Приподниму немного по оси Z. Выделяю нижние лупы. Нажимаю I для экструда. По оси Z. Опускаю их немного ниже. И теперь нажимаю S для масштаба. Теперь чтобы не делать то же самое со второй стороны. Выбираю этот объект. Выбираю наше крыло. Нажимаю Ctrl L. Copy Modifiers. Так мы скопируем модификатор Mirror. Который будет настроен на зеркаливание на другую сторону техники. Теперь давайте сделаем вот такую решетку. Что-то вроде смотрового окна. Для этого во-первых выберу вот эту часть. Зайду в режим редактирования. Выбираю вот это ребро. Нажимаю Ctrl B. Чтобы добавить фаску. Колесиком мыши убираю элементы. Чтобы их было два. Добавляю фаску. Выхожу из режима редактирования. На эту часть мы как раз и будем добавлять такое окно. Перемещу курсор мыши в центр этой области. Теперь выйду из режима редактирования. Shift A. Мэш. Добавим обычную плоскость. На виде сбоку. Поверну ее примерно по уровню вот этой плоскости. Отмасштабирую. Слегка растяну по оси Y. Теперь захожу в режим редактирования. Объект у меня уже выделен. Нажимаю I для инсета. Делаю небольшую рамку. Режим работы с фасами. Выбираю весь луп. Нажимаю I для экструда. Вот эту внутреннюю часть выделяю. Нажимаю P. Selection. То есть я ее отделил в отдельный объект. Теперь выхожу из режима редактирования. Выбираю этот объект. На виде сбоку. Спозиционирую его. Нажму SX. Сделаю поуже. Теперь добавлю модификатор Solidify. Чтобы придать толщины. Чтобы он работал правильно. Нажимаю Ctrl A. Применяю масштаб. Толщину можно слегка убавить. Примерно вот так. Немного приподниму. И сделаю несколько дубликатов. Перехожу на вид сбоку. Shift D. Снова Shift D. Расположу их немного ближе друг к другу. И добавлю еще один. Оставлю так. Чтобы это все сделать одним объектом. Выбираю все наши объекты. Нажимаю Ctrl J. Но перед этим отменяю. Перед этим применяю модификатор Solidify. Навожу мышь на него. Нажимаю Ctrl A. Теперь снова выбираю все наши объекты. Нажимаю Ctrl J. Объекты объединены. Теперь такое же окно я добавлю на нашу башню. Выбираю его. Нажимаю Shift D. Перемещаю примерно сюда. Захожу на вид сверху. Размещаю где-то вот здесь. Разворачиваю на 90 градусов. Теперь на виде сзади. Поворачиваю. И немного утапливаю стенку. Смотрим что получилось. Он у меня далеко за кабиной. На виде сверху снова его немного сдвигаю. Выбираю этот объект. Выбираю любой с модификатором мира. Нажимаю Ctrl L. Copy Modifiers. Теперь у меня решетка с двух сторон. С обратной стороны башни давайте сделаем небольшой выступ. Для этого нажимаю I для инсета. Выбираю вот это ребро. И немного сдвину его по оси X. G, X. Теперь давайте добавим сверху люк. Выбираю нашу верхнюю грань. Shift S. Cursor to Selected. Выхожу из режима редактирования. Shift A. Mesh. Circle. 8 вершин. Режим редактирования. Работа с ребрами. Уменьшаю. Extrude по оси Z. Немного уменьшаю. И нажимаю F, чтобы заполнить. Теперь на виде сбоку поверну относительно кабины нашей. Выхожу из режима редактирования. И поворачиваю. Слегка утоплю вниз. Теперь добавим вот такие поручни небольшие. Для этого я беру вот этот элемент. Shift D. Копирую его. Перемещаю куда-то вот сюда. Вид сверху. Размещаю вот здесь. S для масштаба. Снова перемещаю. Снова S. Снова перемещаю. На виде сбоку подниму повыше. GZ. И поверну. Теперь вот здесь у нас располагаются углубления. Я вместо них сделал наоборот выступающие части. Для этого выбираю вот эту нашу часть нижнюю. Захожу в режим редактирования. Выбираю вот этот фейс. Нажимаю I для инсета. Дальше S. Y. Увеличу в целом. Снова S. Y. Теперь нажимаю Shift D, чтобы скопировать этот полигон. Дальше P. Selection. Выйду из режима редактирования. Вот он наш отдельный объект. Я могу на фронтальном виде сдвинуть его. Нажимаю Shift D. Размещаю рядом. Снова Shift D. Снова размещаю рядом. Теперь выбираю любой объект. Назначаю модификатор Solidify. Здесь, как бы я не менял толщину, он у меня вдавливается внутрь. Наружу он оказывается при отрицательной толщине. Поэтому я Offset с минус единицы меняю на единицу. И настраиваю примерную толщину. Теперь выбираю два других объекта. В последнем выбираю наш третий объект. Нажимаю Ctrl L. Copy Modifiers. Эти элементы у нас готовы. Мне не очень нравится, что у них абсолютно острые углы. Поэтому я отменю действие. Удалю два наших элемента. Оставлю один. Зайду в режим редактирования. Режим работы с вершинами. Выбираю их все. Нажимаю Ctrl Shift B. И добавляю небольшие фаски. Не буду делать сильно круглыми. Просто добавлю небольшие скосы на углы. Оставляю так. Теперь на фронтальном виде Shift D. Размещаю рядом. Shift D. Еще одну. Назначаю модификатор Solidify. Толщину с минус единицы меняем на единицу. Выбираю два других. Выбираю этот. Нажимаю Ctrl L. Копи модифаерс. Теперь давайте добавим вот такой фонарь. Выберу все. Нажму H, чтобы все скрыть. Shift A. И добавляю в сцену цилиндр. 8 вершин. Уменьшаю его. Ctrl A. Применяю масштаб. Поворачиваю по оси Y на 90 градусов. Дальше захожу в режим редактирования. Выбираю вот этот фейс. Нажимаю I для инцета. Небольшой инцет. Теперь выберу все. Поверну по оси X. Так, чтобы вот эта грань была параллельна земле. Или сетке в нашем случае. Выбираю снова этот фейс. Делаю небольшой экструдь внутрь. Дальше добавляю несколько разрезов вот здесь. Второй я уже уменьшаю. Дальше выбираю вот этот фейс. Тоже его уменьшаю. И сдвигаю по оси X. Так я получил сам фонарь. Теперь сделаю небольшую основу. Для этого выберу вот эти ребра. Нажимаю Shift D, чтобы продублировать их. Правая клавиша сбрасываю. И Selection. Выхожу из режима редактирования. Выбираю новый объект наш. Правая клавиша Convert to Curve. Захожу в параметры кривой. Добавляю небольшой bubble. Resolution можно слегка убавить. Потому как это мелкие объекты. Большая детализация не нужна. Чтобы вот эти отверстия прикрыть. Ставлю галочку на Fill Caps. Теперь немного сдвину наш объект. И добавлю вот такую круглую основу. Shift A, Mesh. Цилиндр. Уменьшаю его. Теперь уменьшу только по оси Z. Опущу в ниже. Теперь сделаю основание. Не буду делать его из отдельного объекта. Просто захожу в режим редактирования вот этого. Нашего цилиндра. Выбираю нижний полигон. Небольшой Extrude. Дальше выбираю все вот эти фейсы. Alt E. Extrude Face Alone Normals. И немного выдавливаю их. Оставлю так. Вот эти нижние фейсы я могу смело удалить. Потому что они будут заходить в крышу. И никто их никогда не увидит. Теперь выберу все наши объекты. Нажму Ctrl J. Нажимаю Alt H. Чтобы вернуть все скрытые объекты. Сейчас я вижу, что фонарь немного большой. Уменьшаю его. У меня не объединился вот этот объект. Потому что он у нас в виде кривой. Отменяю. Выбираю его правая клавиша Convert to Mesh. Теперь снова выбираю все объекты. Нажимаю Ctrl J. Теперь уменьшаю объект наш. Точку Origin перемещу вниз. Чтобы было чуть проще работать в дальнейшем. Выбираю основание. Нажимаю Shift S. Курсор to Selected. Выхожу. Правая клавиша Set Origin. Тут 3D курсор. Теперь включу привязку Face Project. Перемещаю наш фонарь. И вот в этом месте зажимая Ctrl. Он у меня прилипает к крыше. Дальше я размещаю его там где хотелось бы. И он все еще большой. Я его уменьшаю. Примерно вот так. Можно слегка увеличить. Пусть будет таким. Теперь сразу же Ctrl A. Применяю масштаб. То же самое. Вот с этим объектом. Ctrl A. Применяю масштаб. Теперь сделаем вот эти фонари спереди. Для этого я беру наш фонарь. Shift D. Размещаю его где-то здесь. Теперь зайду в режим редактирования. Выберу вот эту часть. Нажимаю L. Навожу мышь вот на эту часть. Нажимаю L. Нажимаю X. И удаляю вершины. Так у меня остается только наш сам фонарь. Также еще сейчас увидел, что у нас остаются вот эти закрывашки наши верхние. Выбираю. Нажимаю L. Обратной стороны. Навожу. Нажимаю L. X вертекс. Теперь выберу вот эту заднюю часть фонаря. Даже наверное вот эту. Нажимаю Shift S. Курсор to select. Вхожу из режима редактирования. Правила клавиши. Set origin to 3D курсор. Привязка к фейсам у нас все еще включена. Нажимаю G. И размещаю его где-то примерно вот здесь. Немного приподниму по оси Z, чтобы он не утопал внутри. G, Z. Теперь сделаю такой небольшой козырек. Для этого захожу в режим редактирования. Выбираю вот этот фейс. И сдвигаю его по оси X. Мне не очень нравится, что вот эти у нас остались на месте. Поэтому я выберу все три. Нажимаю GX. Теперь выбираю один верхний. Тоже GX. Еще немного сдвигаю. Оставлю так. Теперь выбираю его. Выбираю наш объект от зеркаленной. Или можно сделать даже еще проще. Выбираю его. Выбираю наше крыло. Нажимаю Ctrl J. Теперь это у нас один объект. И модификатор Mirror применяется к нему в целом. Сейчас мне не очень нравится вот это большое кольцо. Я выбираю его. Нажимаю S. Делаю немного меньше. Теперь S, Shift, X. Чтобы оно не становилось тоньше. И еще слегка уменьшаю. Вставляю его таким. Можно слегка утопить его в башню. Выбираю. Нажимаю GX. Вот на этой части у нас осталась лишняя геометрия. Выбираю. Захожу в режим редактирования. Режим работы с ребрами. Выбираю вот эти вспомогательные ребра. Нажимаю Ctrl X. Добавлю еще один небольшой элемент вот сюда. Чтобы не было пустоты. Перемещаю 3D курсор сюда. Нажатием Shift и правой клавиши мыши. Нажимаю Shift A. Добавлю плоскость. Разверну ее по оси X на 90 градусов. Уменьшу. Перейду в режим изоляции. Уменьшу по оси Z. Применю масштаб. Теперь захожу в режим редактирования. Нажимаю ID inseta. Делаю его примерно вот таким. Дальше выбираю вот это ребро. Два раза G. Сдвигаю его. Дальше выбираю вот этот фейс. И удаляю его. Теперь выберу вот эти внешние ребра. Перейду в режим работы с вершинами. Нажму Ctrl Shift B. Добавлю небольшую фаску. Теперь выбираю все. И делаю небольшой экструд для придания толщины. Внутреннюю часть можно удалить. Она будет утопать в кабине. Ее никто никогда не увидит. Выхожу из режима изоляции. Уменьшаю наш объект. Поверну его. Чтобы он был параллельно нашей кабине. И немного утоплю в ней. Назначу модификатор Mirror. Теперь чтобы в дальнейшем было чуть проще работать. Я могу выбрать вот эти объекты. Выбираю сначала поручни. Затем сам люк. Нажимаю Ctrl P. Выбираю Object. Теперь выбираю все вот эти наши объекты. Последний выбираю кабину. Нажимаю Ctrl P. И Object. Так я назначаю родительские связи. И теперь если я буду двигать кабину. Эти все объекты будут двигаться вместе с ней. Есть одно но. У нас модификатор Mirror настроен относительно нижней части. Здесь я убираю Mirror Object. И выбираю нашу кабину. Тоже самое проделываю здесь. Теперь снова выбираю кабину. Двигаю ее. То же самое у меня происходит с поручнем на люке. Здесь в качестве объекта я укажу сам люк. Теперь снова выбираю кабину. Двигаю. Все двигается вместе с ней. То же самое проделываю вот с этими объектами. Ctrl P. Object. Теперь кабина у нас сдвигается отдельно. Сразу же назову ее. Выбираю. Нажимаю F2. Назову ее Tower. То есть башня. Теперь я могу выделить все. Последним выделить. Например вот этот верхний элемент. Нажать Ctrl P. Выбрать Object. И теперь у меня в Outliner всего два объекта будет. Допустим Base. То есть база. И Tower. То есть наша башня. Чтобы не мучиться с родительскими связями. Чтобы не было такого, что вы хотите скрыть, например, вот этот объект. А скрывается только он. А база остается на месте. Можно выбрать все. Нажать правую клавишу. И выбрать Convert to Mesh. Так мы применим все модификаторы. То есть если посмотрим сейчас вот сюда, модификаторов никаких не осталось. Теперь я могу выбрать все объекты. Последний выделяю нашу башню. Нажимаю Ctrl J. Теперь это у меня один объект. При желании в дальнейшем я смогу их разделить. Но вообще в целом желательно такое действие делать только когда уже работа над объектом закончена. То же самое я могу сделать со всеми остальными объектами. Нажимаю A. Снимаю выделение башни с нашей. Нажимаю Ctrl J. Блендер выдал ошибку, потому что у меня не выделен какой-то один объект, к которому я буду все это пристыковывать. Поэтому зажимаю Shift, выделяю снова вот эту часть. Нажимаю Ctrl J. Все, теперь у меня в сцене только два объекта. Если я решу какой-то из них скрыть, он будет скрываться полностью. То же самое у нас с башней. На сегодня оставим так. С этой башней мы больше работать уже не будем. А на следующем уроке сделаем другие две башни. Возьмем так же как в моем примере вот эту башню и вот эту башню. Вот эти файлы референсов я так же как и в предыдущем ролике оставлю в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok